Всем приятного просмотра, всех приветствую и давайте продолжать. В прошлой серии мы стрелились ровно на этом месте. Нам вот эта вот мадемуазель сказала, чтобы мы отправлялись, просто отправлялись, скажем так, к культурным, куда там. А куда нам сейчас идти, я честно без понятия, она нам помогать не хочет. Ну давай, наверное, вернемся назад к этому чуваку, который дал нам задание. И у него уже туда будем узнавать, что нам делать. Блин, единственное, что я не могу до сих пор понять, может мне кто-то напишет в комментариях, на какую кнопку смотреть текущее задание. Потому что я перекладывал реально все. И найти, что мне высветилось из текущего задания, я не могу. Ну то есть мне нужно его реально запоминать. Когда там, к примеру, там найти, найти кого-то и все, мне надо в голове держать, чтобы мне нужно кого-то найти. А вот типа на тап, когда нажимаешь, тут нету, нету задач. Я называю жанр таких игр, ахуево знает. Вот эти, паша делать, ахуево знает, что его делать. А куда идти? Ну, дальше, я думаю, вы поняли. Я люблю такие игры. Где нужно подходить к каждой вещи, к каждому человеку и стыркать это все, чтобы врубиться. Так что напиши, на какую кнопку здесь смотреть. Смотреть задание. Так, шука. А нашего друга кто-то прессует, да, я смотрю. Мистер Лондону не особо нравится твое копошение в его районе, соци. Полегче, брат. Я не... Не брат я тебе, приятель. И даже неприятель. Мистер Лондон говорит, ты никогда не спрашивал его благословения, Коа. Мистер Лондон, он не слишком доволен этим. Он, мистер Лондон, говорит... Я нигде не копошу уважения. Я просто провожу предвыборную кампанию. Может быть, если бы мы могли все обсудить как цивилизованные люди, вместо того, чтобы... Эй, Аси, ты говоришь со мной, а не с мистером Лондоном. Никто не говорит с мистером Лондоном. И никаких обсуждений тут быть не может. Нам ни на что не сдались ваши товарищи коммуняки в пропасти. В этом районе мы голосуем за Вольфа. Окей, давай подойдем. Так, подойди ближе к мистеру Лондону. Вы вмешаетесь в спор. Сколько он тебе платит, бро? Недоволен, что Лэу Минска не желает опускаться. Эй, отпустите его! Подожди, что? Это была я? А то что? Не вмешивайся, сука! Иначе просто испортишь свою мордашку. Не очень-то будешь смотреться со сломаным носом. Я не понимаю ни слова. Но если вы его не отпустите, я вызову полицию. Бала? Шайся, киска. Ты думаешь, полиция станет вмешиваться? Ты знаешь, кто это? Это мистер Лондон. И под ним ходят все боли пропасти. А теперь отъебись, пока я окончательно не разозлился и не решил. Чего? 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 Они могут защитить выживание и не злоровать. Меневые герои называют, «Не забыла, что не дали прятать, что не дали прятать». И выстрел в земле. И что могу? Отлично! Отлично! Что-то может быть вновь к пляси и вновь к пляси. И у них должно быть вновь к пляси. Они могут быть вновь к пляси. Я не говорю на кантонском. И пусть это будет тебе уроком, Кудас. Это район мистера Лондона. И чем раньше это дойдет до тебя, тем с меньшим дерьмом тебе придется иметь дело. Интересно, он плюшку для гольфа повсюду с собой таскает? А что ты влип, а? Чувак, рассказывай. Господи, Борути, ты в порядке? Думаю, да. Спасибо, что вступила с Зои. Я ценю это. Хотя, я не уверен, что это было умно. Ты теперь в его поле зрения. Я не могла просто безучастно стоять и смотреть. Ты уверен, что с тобой все в порядке? Да. Но сегодня я уже никуда не пойду. Я просто буду смотреть трансляцию выступления Леи из офиса. Тебе что-нибудь нужно? Тебе ведь не обязательно оставаться здесь одному. Я могу остаться, или ты можешь пойти домой со мной? Я в порядке, Сеси. Правда. Они просто пытались запугать меня. Миссия выполнена. Они не вернутся. Не сегодня, по крайней мере. Мы можем побеспокоиться о завтрашнем дне. Завтра. Ладно. Насчет Квинни... Давай об этом тоже завтра поговорим. Сейчас я просто хочу сесть чашкой горячего чая и наслаждаться воодушевляющей речью. Я понимаю. Но, Барути, пожалуйста, запрешь дверь. И позвонишь, если что. Не хочу ругаться с тобой. Увидимся в четверг, дорогая. Береги себя, Барути. Так, мы с вами дома. О, Баджир. Пахнет восхитительно. Что ты готовишь? Ризотто, иди сюда. Я тоже рада видеть. Мне это было нужно. Что происходит? У нас был настоящий ужас в офисе компании. Что случилось? Барути хорошенько досталось. От бандитов мистера Лондона. И Лондона личной персоной. Господи, он в порядке? В порядке. Скорее всего, в порядке. А что насчет тебя? Ты в порядке? Я в порядке. Они меня не тронули. Но ты вмешалась. Мне пришлось. Я не могла им просто позволить избить Барути. Я действительно хочу, чтобы ты не вмешивалась. Ты же знаешь, на что способны эти люди. Они всего лишь трусы. Трусы с мощью синдиката за спиной. Все равно лишь трусы. Слушай, я буду в порядке. Они хотели припугнуть Барути. Ничего не случится. Они не собираются меня преследовать. О том, что случилось раньше. Извини, что доставался этой терапией. Я не хотел совать свой нос. Не волнуйся об этом, Реза. Я была уставшей. Я могу обсуждать это. Серьезно. И мне правда лучше. Это помогает? Это помогает. В основном благодаря тебе. Давай надеяться, что твое мнение не изменится после этого Реза. Так прошел твой день? Очевидно, не так интересно, как твой. Я опубликовал ту статью о Бинго. И теперь иду по следам зацепок. Это все выходит из-под контроля. Все на пределе. Я знаю, участие в компании для тебя важно. Но тебе нужно быть осторожной, вмешиваясь в местные дела. Даже Салли не хочет, чтобы мы слишком много публиковали о происходящем здесь, в пропасти. Если ты прекратишь освещать новости, потому что боишься последствий. Ты зацензуришь себя самого. Нужно выбирать, за что сражаться. Как этот деловой мистер Лондон. Он прикрывает чужие бизнесы, руководит местным черным рынком. Это плохо. Но не хуже дел корпораций. И не хуже Кайзера Константина. Наверное. Мне тоже не нравится. Но иногда нужно проиграть битву, чтобы выиграть войну. Понимаю. Может, я идеалистка? Мы оба такие. Но я еще реалист. И я бы очень хотел, чтобы ты перестала участвовать в компании. Эй, иди-ка сюда. Попробуй. Мне не нравится, каким тоном он разговаривает. И уже не первый раз мы об этом спорим. Иногда Реза помешан на контроле. Мне... В чем дело? Ничего. Я просто... Он никогда не поддерживал мое участие в компании, но я не хочу ругаться. Ни к чему хорошему это не приведет. И... Это пустяки. Иди сюда и попробуй это. Обещаю, это того стоит. Таким арендирование Реза повлияет на ваши отношения. Даже так. Интересно. Вкусно. Очень вкусно. Хочу уже поскорее покушать. А тебе потом отплачу. За что? За вкуснейшие ужины. За то, что ты лучший парень. Который знает, как поднять мне настроение. А нам нужно ждать до конца ужина? А ризотто не испортится? Разве это важно? Ни капельки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прикольно. Следуя. папа и что ты здесь делаешь как ты выбралась из кроватки нет не надо не трогай меня ладно понял нужно прошмыгнуть да незаметно аккуратно я думаю как нам прошмугнуть незаметно давай вот так вот копачки снова вылезу смышленая теперь пусть паинька и не уходи слышь а как ты меня заметил скажи пожалуйста так не понял так не понял побежали хорошо давай попробуем дальше пройти так сюда нельзя туда нельзя я могу присесть нажать наше небо чтобы присесть нет не могу а если мы потихонечку пройдем и не будем бежать так опа на мягких лапках пошли-пошли-пошли все шикарно может под столом нужно пройти вот тут вот так ребята не упали почему у нас постоянно ловят хорошо побежали побежали еще раз попробуем так тихонечко на его тут тормознем посмотрим может реально нужно как-то либо под столом пройти либо я не знаю либо взять сюрикен и кинуть ему в шею тихо-тихо-тихо пах а паша не видишь меня нет не видишь от тяжали побежали поверить не могу просто постарайся оставаться на месте ладно но отстань ну пожалуйста понимаешь у тебя модная там татуировка на руке ну какой мы уже шестой раз убиваем интересно довольно до него не дошло что если я выбрался один раз то возможно нужно убрать подушку чтобы я не выбрался и третий раз как думаете так давай 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 потихоньку помаленьку все 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 уходим так надеюсь мама нас не заметит ты уже проснулась а папа знает что ты здесь да знает мне нужно взять что-то чтобы открыть дверку возможно нужно туда взять зеленый утро хотя наряд ли мы его подымем мне нужно как-то попасть за эту дверку слушай может и мне дверку откроешь как думаешь привет малышка мама работает дашь мне минутку мама 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 я как раз заканчиваю вот это предложение почти почти готова хорошо что ты хочешь дверку открой открой дверку ты хочешь чтобы я открыла тебе дверь нет я хочу чтоб ты не сделала мартини спасибо серьезно женщина ты меня пустишь к обмену и бур дальше писать не ладно я же мать привет ты так быстро растешь малышка скоро ты будешь говорить помнить и видеть другими глазами глазами которые не смогут видеть меня в тебе так много от меня сестра дочь я знаю что сейчас ты не можешь меня понять но знай что я буду наблюдать за тобой и защищать со временем наша связь ослабнет и ты не сможешь меня видеть но я все равно буду здесь завтра через десять лет столько сколько ты будешь жить и в конце сестра моя дочь моя мы воссоединимся круг замкнется мир и вновь объединяться баланс восстановится история которые мы расскажем друг другу скоро увидимся да прибудет с тобой баланс всегда с кем ты разговариваешь малышка что ты там лепечешь она там как во имя звезд она выбралась магия дорогой звучало так будто она с кем-то разговаривала как ты выбралась малышка ты отрастила крышки и вылетела здесь здесь в доме есть кто-то еще магнус я чувствую это я ничего не чувствую не волнуйся это никто кроме нас не сможет пробраться это невозможно надеюсь ты прав ну да хоть аж окна из адамантия на наверное а двери из вибраниума могу поклясться здесь кто-то был не только папа делает рагу все ваши решения были записаны для второй книги все совершенных действий приняты в первой книге решение уже существенно повлияли на ходы вашего пути они запоминаются и определяют течение событий во второй книге вот краткое изложение некоторых принятых вашими решений нет спасибо предлагаю просто продолжить дальше продолжить а 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 и Тише, малыш, тише. Опусти свою голову на подушку, кроха. Ты скоро будешь дома с кормилицей. Я скучаю по тебе, дитя моё. Я скучала по тебе здесь, на глубине, во тьме, в холоде. Иди ко мне, мой милый маленький Киан. Иди... домой. Как он, Нану? Он выживет? Твоя магия вернула его из тьмы. Моя магия помогла ему остаться. Но дальше он должен бороться сам. Он должен выбрать жизнь. Тише, Киан, тише. Опусти голову на подушку. Скоро ты будешь дома. На глубине, во тьме. Ва. Почему мы оставили его в живых? Он враг. Пусть лихорадка поглотит его. Нет, лихо. Мы доставили его сюда не просто так. Он нужен нам. Ты освободил меня, Киан Алвана. Не вини себя в моей смерти. Именно этого я и хотела. Освободиться. Переродиться. Когда я буду тебя убивать, ты почувствуешь каждый поворот моего клинка в то время, как твоя жизнь будет утекать. Твои боль, позор и бесчестие послужат мне местью. И я стану свидетелем того, как твоя душа отправляется в подземное царство. в тень этих глубоких, холодных, темных вод. Они не смогут защищать тебя вечно, апостол. В конце концов, тебе придется встретиться со своими грехами, и ты за них заплатишь. Спи, дитя мое. Спи и никогда не просыпайся. Мы ждем тебя. Все мы. Мы ждем на глубине. Во тьме. Присоединяйся к нам. Там, где ты сейчас, для тебя ничего нет. Твое место с кормилицей. На глубине. Во тьме. В холоде. Во веки веков. Мне надо идти. Он скоро очнется. Следите, чтобы он пил воду и ел. Он поправится. Мне не подвластны лишь те раны, что внутри. Их он должен излечить сам. Проснись, Киэм. Проснись. Проснись. Где во имя тени я нахожусь? Мы, по-моему, во второй, в третьей середе сбежали с башни, нас ранили. И мы где-то с вами оказались. Где конкретно мы оказались? И как обычно, без понятия. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. И почему эти две... Две истории вместе. Черт, он здесь. Что если он слышит? Тебя ждут в главном зале. В главном зале. Хорошо, пошли. Пошли идти в главный зал. Только они находятся. Ага, вот вижу. Блин, я думаю, проще по ним сделали эту игру так бы фильмом, что я просто перенимал решение. И показали мне просто игровой бы фильм. Было бы лучше. Предатель снова на ногах. Хвала балансу. Как твои раны? Мне все еще больно, но... Я не признаюсь этим чужакам в слабости. Мои раны в порядке. Что это за место? Только и ждешь, чтобы сбежать к своим хозяевам с информацией и выкупить свою жизнь. Лихо. Ты в Анклаве. Древней библиотеке часовых ордена баланса в Меркурии. Сейчас это операционная база. Мы? Сопротивление, Алваны. Все, кто объединился для борьбы с Азади. Магические народы, такие как она и я. Я помню. Портал. Магия крови. Теперь портал. Вы перенесли меня сюда с помощью магии крови. Жизнь после смерти для тебя важнее человека, который тебя спас. Ты совсем не достоин его жертвы. Бал Сайбаким пожертвовал жизнью ради тебя, Киан. Почему? Поверь мне, я задаюсь тем же вопросом. Почему? Зачем терять такого человека, как он, ради тебя? Мясника. Апостола. Гребаного Азади. Это существо. Этот мужчина. Я видел много Далмари в своей жизни, но в этом есть что-то знакомое. Я тебя знаю? Возможно. Но ведь весь мой народ для тебя на одно лицо, так? Словно скот. Я отвернулся от своего народа. Так ты еще и предатель, Киан Альвана. Добавим это в список твоих преступлений. Я не позволю никому, а особенно Далмари, так со мной разговаривать. Что ты сказал? Ты предатель. На твоих руках кровь стольких магических. Ее уже не смыть. Почему бы мне не пролить еще и твое? Ну давай попробуй, Гази. Никто здесь ничего не пробует. Лихо, отойди. Киан, пожалуйста, пойми, на какие жертвы мы пошли, чтобы доставить тебя сюда. Я не просил этих жертв. Но все же они были принесены. Киан, мы выбрали тебя. Мы послали капитана Батима на смерть, чтобы спасти твою жизнь. Ты нужен нам. В качестве символа. Но дело не только в этом. Нам нужна сила. Нам нужны лидеры. Нам нужна надежда. Наша численность сокращается. Большинство жителей северных земель смирились с оккупацией Азаде. Люди отвернулись от сопротивления, а на геноцид магического народа смотрят сквозь пальцы. Нам нужен тот, кто даст надежду. И тогда мы нанесем ответный удар и победим. Ты инструмент, апостол. Ударное оружие, не более того. Нам нужна твоя помощь, Киан. Ты присоединишься к нам? У меня есть выбор. Выбор есть всегда. И у каждого выбора свои последствия. Вы не позволите мне уйти. Если я откажусь, вы меня убьете. Мы и так можем тебя убить. Только дай повод. Мы пожертвовали очень многим, чтобы привезти тебя сюда. Это твой шанс начать все с начала, Киан. Начать новую жизнь, чтобы получить то искупление, которое ты ищешь. Я никогда не смогу стать одним из них, но какой у меня выбор? У меня нет ни народа, ни веры, ни миссии. Что с того, что мятежники не такие, как я? И, возможно, в борьбе со своим народом я смогу спасти свой народ. Что вы от меня хотите? Этой ночью ты отправишься в город. Вместе с Лихой и Эн. Они тебе все объяснят и присмотрят за тобой. На... на всякий случай. И если надо, помогут. Я буду следить за тобой из тени, апостол. Словно ядовитая стрела, нацеленная прямо тебе в сердце. Ты знаешь, что правда за нами. Знаешь, что неправы твои люди. Сделай же это и начни свое возвращение к жизни. Я делаю это ради Эйприл Райан. Именно она заставила меня сомневаться в себе. В моей миссии. В моей вере. Пошел ты, Гази. Тебе этот долг уже никак не вернуть. Эйприл мертва, Киан. Лучше борись ради тех, кто еще жив. Ради сущности своего народа. Ради себя. Скоро придет лодка, чтобы переправить тебя в старый город. Я дам знать, когда все будет готово. Когда выполнишь задание, встретимся в таверне Ульвика. А если не придешь, разыщем тебя и освежуем, как кролика. Возможно, ты поймешь, что я далеко не кролик. Давай проверим. Прошу. Лихо. Хватит. Да, конечно, мы поговорим с другими повстанцами. Мы с вами это, конечно, все проверим. И походим потом поговорим с другими повстанцами. Но давайте, наверное, уже в следующей серии. Так что все, все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. И до потом. Продолжение следует.